Добрый вечер. Сегодня на стенде Евгений Ройзман, президент фонда «Город без наркотиков». Он позвонил и сказал, что хочет выступить в защиту губернатора Александра Мишарина. Собственно, все. Вот это вот начало. Да? Что, Жень? Ну что, начинаем? Начинаем. Значит, друзья, минут через 10 после того, как произошла авария, позвонили гаишники, позвонили люди из областного правительства, информация начала расходиться. Я поставил у себя текст и написал, что произошло. Что губернатор попал в ДТП, что тяжелейшая ситуация, что люди погибли. Вы не представляете, в моем журнале какие пошли комментарии. Да жалко, что он не влетел под КАМАЗ с груженой щебенкой. Надо было под трактор ему заехать. Да жалко, что он не убился. Слушайте, мы что, в животных, что ли, превращаемся на глазах? Вы можете как угодно относиться к партии власти. Я сам к ней так и отношусь. Но вы будете смеяться, вы можете мне не поверить. Но это факт. Даже в Единой России есть приличные люди. И когда человек попадает в жесточайшую аварию, мало того, когда он ехал по работе, на самом деле область огромная, из угла в угол. Километров 700-800. Человек поехал по совершенно конкретной надобности. Когда в Краснотуринске БАЗ закрывал предприятие, и тысячи человек оставались на улице. Он уехал в Серов, из Серова возвращался, остановился в гостинице в Краснотуринске. Четыре часа вел переговоры тяжелые с руководством, чтобы они не закрывали. После чего встретился с людьми в ДК и сказал, что в любом случае будут развиваться независимо от Русала. Или с Русалом, или без Русала. И места рабочие сохранят. По этому поводу у Путина будет совещание, Дерипаска будет. И отстоят это предприятие. Когда говорят о скорости 200 км, не верьте, это неправда, там физически невозможно ехать со скоростью 200 км в час. Произошло, по сути, следующее. Шла машина сопровождения к ГАИ и вела машину губернатора. Видимо, плавный правый поворот обходили грузовик, и когда увидели встречную, нырнули, сразу же заняли свое место, оставили автомобиль губернатора на встречу. Это одна из версий. Жень, да это так было, и все знают, что это было именно так. Губернатор в этот момент спал, и не он задавал скоростной режим. В данном случае виноваты именно милицейские, именно машина сопровождения, потому что она редкость непрофессиональна. И то, что погиб человек, это полностью их вина. Но то, что вот так вот ездят с мигалками по городу, там где-то вообще не надо. Там, кстати, непонятно еще с проблесковыми маячками, были у них маячки включены или нет. В любом случае погиб ни в чем не виноватый человек. И сваливать эту смерть на губернатора, это нехорошо. Ну, спал человек, ехал по работе. Не он задает скоростной режим, а машина сопровождения. Тут же тебе возразят, что вот эта вот езда по встречке с разгонянием тех, кто на встречке. Жень, да это свинство. Да это свинство. Это ненормально. Так ездить нельзя. Но в данном случае человек едет, он сидит в своей машине. У него машина сопровождения. И я считаю, что каждый руководитель должен всем ФСОшникам сказать, что так ездить нельзя, потому что просто это оскорбляет людей. Но в данном случае, если шли с маяками, они должны были обозначать, что идет кортеж. То есть, они свою работу не выполнили. Загнали и подставили губернатора в такую ситуацию. И погиб ни в чем не виноватый нормальный мужик Дружинин. То есть, и здесь сваливать на губернатора, ну, просто нелепо. А по ситуации, что губернатора увезли в Германию, что увезли в Германию, там очень просто все произошло. Там надо было ставить трахеостому, не поставили. Ну, это интубация, у него искусственная вентиляция легких. Ему в это время стали делать операции на голени. Произошел отек, и у него гортань зажала. И срочно, его действительно быстро вывезли, потому что ситуация была критическая. Вот. И можно все, что угодно говорить. Претензии начались тогда, когда появился губернатор как назначенец. Потому что сам по себе закон изначально неверный. Нельзя назначать губернаторов. Губернаторы должны быть выборны. Представь себе ситуацию. Появляется назначенец. Кто его здесь знал? Кто его здесь ждал? И такое настороженное сразу же отношение. И команды нет. Потому что, когда человек идет на выборы, у него формируется в ходе выборов команда. У него идея возникает издалека. Формируется команда. Он знает, как он расставит людей. Во время выборов каждый себя показывает. Понятно, что. И если он выигрывает, он выигрывает с командой, со сторонниками. И даже те, кто проиграл, они вынуждены развести руками, потому что это все. Человек пришел, все пришли и поздравили с победой, потому что это честно. Сам момент назначения губернаторов, он изначально был порочный. Попытались, власть центральная попыталась через назначение губернаторов контролировать ситуацию на местах. Нет проблем. Вот ты губернатора назначаешь, он тебе подконтрольный. Но элиты местные ему не подконтрольны. Понимаешь? И на самом деле управляемость резко снизилась. Они сейчас это понимают, но как это играть назад, никто не знает. И вот представь себе, вот губернатор. В общем-то нормальный мужик попадает в такую ситуацию. Вот он пришел сюда назначенцем. Его здесь никто не ждал. Он здесь никому не нужен. У него конфликт сразу же возникает с городом. Тут ему показали, кто есть кто. И он эту ситуацию выводил потихонечку, потихонечку выводил. И отношение к себе менял. И особенно последний год, ну там есть откровенные результаты. Можно про него говорить что угодно. Но есть факт. 23 тысячи мест в детских садах. В 81 садик открыли. Он занимался лично. Это областное финансирование. Он рубился за каждый садик. Я по депутатской работе скажу, сколько народу идет. Нет мест в садиках. Люди не рожают из-за того, что мест нет в садиках. Невозможно ребенка устроить. А у него эта программа продолжала действовать. Он ее начал. Это его инициатива. Результат. Ну вот с этим, с базом. То, что поехал. То, что рулился. Пусть это предвыборное. Но он это дело сделал. Он довел до конца. Потом очень важный еще один момент. Ну вот для меня лично. Вот я к губернатору, ну Кросселю. Ну я с уважением всегда относился. Все. Он нас поддержал. Не дал нас посадить. Но вот с этим домиком мы платили и платили аренду. Ну Мишарин реально. Просто попросили. Просто пообещал. И давили до конца. Мы на эти деньги. То, что нас освободились. Начали страну без наркотиков. Федеральный проект вообще иной мощности. С Колей Калидой. Коля попросил, обещали. Нашли возможность. Все-таки ему будут отдавать искру. Но это лично губернаторская заслуга. 100 миллионов грантов дали деятелям культуры. На постановку спектаклей. На написание пьес. Ну много. Они действительно работали. Он что-то пытался сделать. И обрати внимание. Последнее время отношение к нему стало меняться. И я бы не пошел сюда никогда, если бы я не прочитал, что люди пишут. Ну такую ненависть. Ну это не по-человечески. Жень, Жень, вот смотри. Я за ноябрь, когда шла избирательная кампания, приходили единороссы и агитировали за себя. Я про эти детские садики наслушался. И вот уже просто каждое место могу показать, где оно находится на карте. Отдельную кроватку отдельного ребенка. Но это агитация единороссов. Тут приходит Ройзман и говорит те же самые детские садики. Вот ты к Единой России пошел? Жень, ну ты же знаешь, мне с Единой Россией не по пути. Вообще физиологически. То есть я никогда в жизни не буду рядом. Но нельзя просто на человека вываливать, нельзя поливать, нельзя оскорблять человека, который находится в коме, не по своей вине. Он может быть для кого-то, там олицетворение власти. На самом деле, ну обычный простой мужик, который попал в тяжелейшую ситуацию здесь, которую я как мог выравнивал. Ну и вот произошла трагедия. Ну что топтаться-то? Ну это не по-мужски, не по-человечески. Хорошо, раз уж ты публикуешь какие-то медицинские сводки о состоянии здоровья губернатора, ты это сделал недавно только что, несколько минут назад. Ну откуда ты это знаешь? А что нормально не рассказывать тогда? А вот как всем, вот к окружению, у меня претензия к окружению. Врать нельзя вообще нисколько. Произошло, говорите как есть, ну что произошло. Якобы там машина кого-то задела, машина сопровождения, это их вина. Покажите всем эту машину. Не врите ничего, не изобретайте. Прошли выборы, объявите результаты, не тяните время, не вбрасывайте. Это нельзя врать, понимаешь? Вранье оскорбляет людей. Ну а что, Жень, ну ты же знаешь, мы здесь родились и выросли, и все, что нам надо будет узнать, мы всегда узнаем. У меня другое, понимаешь? Ну Екатеринбург в частности, вообще, ну Уральцы, ну народ другой. Здесь никого не обманешь, здесь люди, ну свободолюбивые, здесь не знали такого крепостного права, здесь не быдло. Ну что вот так вот взять, включаться и начинать топтать человека? Вот объясни, ты мне отреагировал только на комментарии? Жень, я из-за комментариев, я увидел отношения, я увидел отношения. Ты понимаешь, что это какое-то редкое злорадство, я не принимаю этого злорадства. Я понимаю, как можно отстаивать свои интересы, там выходить на митинги, как-то бороться, сопротивляться. Но вот так злорадствует человеку, который лежит в своем мире, ну не по-человечески. Согласен, согласен, тут... Да мне, знаешь, я тебе скажу, мне вот сейчас как угодно отреагируют, я считаю своим долгом, я считаю своим долгом. Я с губернатором несколько раз столкнулся по хосписам, я уже просто не мог, я уже сам пошел к нему, мы разговаривали. Сейчас первый будет запущен и будет сеть хосписов просто потому, что вот в свеком сели, поговорили и понял, что это нужно, он контролировал. И знаешь, вот такие вот простые вещи, совершенно мужские, понятные. Что я вам скажу про Росселя, была история. Россель-то носился вообще как сумасшедший. И сам за рулем, и водитель его. И было и такое. Ну, у них же была история, когда погиб ФСОшник в машине сидел, была авария, погиб ФСОшник, ее вообще не вынесли. Это на самом деле, это претензия вообще ко всей власти. Вот это вот передвижение, то, что все ездят... Подожди, Женя, подожди, важный момент. То, что все ездят на машинах, и когда вдруг появляется каста, которым все безразлично там, и правила, и безопасность других, это действительно нехорошо. Но, с другой стороны, гоняет и превышает скорость очень многие. Вот этот случай привел к трагедии, и дай бог, что без него сделали выводы все. А гаишникам надо не прятаться, а рассказать все, как было на самом деле. Хорошо. Без относительно аварии, тут можно только пожелать выздоровления скорейшего, тогда скажи, как нам, по-твоему, раз ты сам об этом заговорил, относиться к губернатору? Не как к пациенту пострадавшему, а как к губернатору, действующему руководителю области. Вот как? Потому что есть плюсы, о которых ты сказал, есть минусы, та же самая раздражающая езда с мигалками, о которых ты тоже сказал. Жень, я считаю, надо относиться спокойно и смотреть по делам. И когда власть делает что-то доброе, надо не бояться и говорить вслух, да, это доброе. Потому что власть через отношение к ней тоже корректируется, понимаешь? Но если делают плохо, надо говорить, не стесняясь, что делают плохо. А вообще я бы хотел для всей власти сказать одну очень серьезную вещь, особенно для федеральной. Когда власть под давлением общества включает задний ход, в частности, вот в данном случае власть должна отменять итоги выборов, потому что видит, как возмущены люди. И вот когда власть включает задний ход, это не слабость власти, это как раз признание своих ошибок и желание их исправить, это поступок мужской и говорит о силе власти, а не о слабости. У них неправильное понимание происходящего. Евгений Ройзман, президент фонда «Город без наркотиков» был сегодня на сцене. Да я с вами прощаюсь. Спасибо.